Во время творческого вечера прозвучали композиции, написанные Олегом Яшиным за последние 30 лет. Именно столько этот удивительный музыкант и мультиинструменталист, композитор работает в театре. Вокальные номера из спектаклей прошлых лет, «Жажда над ручьем», «Трехгрошовая опера», «Дамы и гусары», «Волшебная лампа Аладдина», «Возвращение» – зрители слушали с удовольствием. Вы понимаете, что такого вряд ли где-то кто-то еще делал, потому что композитор – это не актер, согласитесь, и бенефис композитора не всегда востребован. У нас он востребован, потому что этого человека знают очень хорошо в городе, это музыкант очень большого уровня, и все 30 лет он работал с выдающимися режиссерами нашими, его музыка звучит во всех знаковых спектаклях театра. Первый поворот на пути к театру судьба Олега Яшина сделала в 1975 году, когда молодой музыкант на третьем курсе музыкального училища стал участником ВИА «Горожани». Спустя 14 лет группу пригласил к сотрудничеству Ульяновский драматический театр. Спустя 4 года группа распалась, а Олег Яшин так и остался в театре в качестве заведующего музыкальной частью. Я думаю, что театр, он сейчас многолек. Сейчас очень интересно работать и с современными драматургами, ну я имею в виду в смысле, если он работает, и классический репертуар. То есть, если я по образованию так получилось, что у меня народная кафедра и институтно-духовая кафедра, конечно, я, конечно, очень хотел, чтобы папа с мамой купили фортепиано, но оно стоило очень дорого. Мне купили баян. Но я не жалею, потому что как бы и на баяне, потому что я освоил и фортепиано, и различные другие инструменты. Также в день закрытия сезона директор театра поделилась планами на следующий сезон. Сейчас вот два режиссера репетируют два спектакля. Спектакли непростые, спектакли большие и по количеству людей, актеров, и по как бы значимости. Это пьеса Де Ниро Маддалена, и это с Оксаной Романовой в главной роли. И замечательный проект, который зрители ждут. Мы его уже давно как бы проговариваем. Три товарища Ремарка. Уже как бы проект подходит к творческому финалу, и нам останется только его вспомнить в начале сезона. И, вероятно, открытие будет либо той, либо другой постановкой. Уже в сентябре ульяновские зрители снова увидят постановки проекта «Лучшие спектакли золотой маски» в Ульяновске. От трех звездных московских коллективов и театра из Хабаровска. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова